В минувшие выходные глава региона Сергей Морозов встретился с представителями национально-культурных автономий Ульяновской области. Обсуждалось несколько вопросов. Создание управления по делам национальности, выделение дополнительных площадей для деятельности национальных объединений на базе ДК «Губернаторский», а также внедрение изучения языков и культур коренных народов Ульяновской области в систему образования региона. Мы очень часто говорим о гармонизации межнациональных отношений и говорим это вполне понимая, что за этим стоит формирование нашей национальной политики. И, конечно, ключом к пониманию этой общности является уважение к самобытности, к традициям, к ценностям самых разных народов, которые проживают у нас в России. Департамент, функции которого возьмет на себя новое управление, до недавнего времени неплохо справлялся с работой. Был проведен первый съезд народов Ульяновской области. Однако в связи с изменениями в федеральном документе, регламентирующем национальную политику страны, нужно менять и свои законодательные акты. Вся работа в этом направлении, безусловно, строится в рамках утвержденной президентом в декабре 2012 года стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Этот документ позволил сформировать современные видения национальной политики, позволил сформировать практику решения конфликтов, создать финансовый механизм для решения этих задач. После внесения изменений и дополнений в российскую стратегию, в концепцию Ульяновской государственной национальной политики тоже нужно будет вносить изменения. Переработать всю нормативную базу задача непростая, но привести региональный законодательный акт в соответствие с федеральным необходимо. Видимо, эта задача будет первой, которую предстоит решить создаваемому управлению. Неотъемлемая часть общей работы по укреплению дружбы народов – деятельность общественных организаций. Государство полезные начинания поддерживает. Тема мира сейчас встала на первое место. Фонд был создан всего 10 месяцев назад, юридически зарегистрировался. И мы сделали достаточно много. Мы разработали положение, символику, создали сайт, участвовали в конкурсе «Письмо мира», наладили связь с русским домом «Канзас-Сити» и, естественно, сразу поняли, что необходима грантовая деятельность. Молодая организация уже выиграла президентский грант. Его тема – «Велком ту Симбирск». Для иностранных студентов будет предоставлена услуга по изучению русского языка и российских традиций. Им помогут лучше узнать Ульяновской России в целом. Однако основная деятельность фонда – взаимодействие с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом. По словам руководителя фонда, его филиалы скоро будут создаваться в муниципалитетах. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.